здравствуйте дорогие рукодельницы здравствуйте гости моего канала с вами мастер-классы татьяна щепкина и мы сейчас рассмотрим вместе как можно сделать парички из очень простых и дешевых париков взрослых которые продают для праздников то есть мы их обрежем мы их транспортируем и приклеим и все эту работу сейчас я вам покажу как она делается для того чтобы иметь вот такие вот парички и я вот здесь оставила на этой на этой куколке такой же паричок и мы сейчас приступим к их изготовлению и так наши карнавальные парички у меня пока остался вот как бы один в таком еще виде совсем не разрезанным я убирала здесь отрезала какие-то пряди но в принципе он еще как-то можно показать как его как целый все остальное я уже порезала но хочу с вами поделиться со своей своими наработками и рассказать вот этих волосах которые можно использовать в различных вариантах и вот ну и так уже попутно это такие парички из этих же карнавальных париков больших которые мы уже сделали вот такой вот паричок и такой вот паричок это то что мы с вами сделали а а теперь я хочу поделиться и показать как можно сделать попроще то есть вот или парички они нас на основе вот и чем они хороши я скажу свое мнение что например они у меня уже есть готовы но приблизительно я знаю на какой размер головки зато если я уже сейчас сделала куклу мне легче ориентироваться вот они разные ну и не только у меня эти разные цвета и можно одеть на куклу и посмотреть как будет смотреться она в этом или в другом парички это очень удобно не делать паричок именно для куклы когда необходимо а имеет несколько паричков как бы вот заранее сделанных теперь все эти парички а я вам взяла вот здесь вот они порезаны я даже не вытаскиваю из целлофана которым они были потому что они порезаны и слегка наживлены то есть я обрезала части допустим вот от парика и перевязала ниточкой просто чтобы мне было видно это прядь что я из нее сделаю или я буду делать из нее парик который я вам показала или же есть облегченные парички такие которые мы сейчас с вами сделаем мне просто нужно сейчас для одной куколки сделать вот и я решила его выделить в отдельный мастер-класс если кому-то будет интересно это моя наработка моя идея то ею можно будет воспользоваться вот и поэтому я ее выделяю как отдельный мастер-класс вот это они все здесь завязаны и мы возьмем какую-то прядь допустим вот эту прядочку можно взять можно смешивать цвета допустим взять половину такого цвета и вот такой посветлеть то есть принципе они будут смотреться гармонично ну это я сейчас убираю и мы приступим вот мне это прядка тоже нравится и это прядочка тоже красивая а лишнее я уберу и так я беру эту прядочку беру ниточки которые соответствуют по цвету и сейчас моя цель сделать такой вид чтобы передняя часть была как бы как челочка значит я отступлю немножко здесь чуть-чуть поправлю ее ручками отступлю и челочку допустим какую я хочу оставить челочку я еще не знаю но вот так где-то наверно будет хорошо если нужно можно будет подрезать потом аккуратненько еще раз я ее слаживаю вот допустим так не очень удобно слаживать как видите она кажется здесь вроде бы как немножко не не так уже волнами но она распрямиться когда я ее уберу вот эту связочку и так я крепко перевязываю вот эту часть очень крепко перевязываю ну в принципе я потом буду проходить клеем горячим можно наверное разным клеем мне удобней этим горячим пистолетом поэтому я буду ним проходить и приклеивать обрезаю лишние ниточки убираю это нитки которые держали связку вот так и теперь уже я начну формировать эту часть то есть это будет у нас передняя часть это будет у нас челочка значит мне ее нужно так вытащить быть вытянуть я бы даже сказала вытянуть эти волоски чтобы они вот передняя часть напоминала вот такую челочку вот так она ложилась красиво поэтому что я делаю я вы вытягиваю вот вытягиваю эти волосики этот паричок он как бы настолько за за кручен и такие кучери у него что он не расчесывается и я не буду этим заниматься я его только испорчу вот на куколке будут вот такие произвольные буквы и буквы и я расчесывать я его не буду есть конечно которая расчесывается это так и останется вот таком виде еще раз смотрю на челку так чтобы вот красиво все таки ложилась передняя часть я ее вытаскиваю смотрю на нее если нужно можно ее и почесать немножко допустим это уже не помешает вот такая вот передняя часть значит теперь моя задача то что мешает можно обрезать здесь мне немножко она запуталась и будет мне мешать я его обрежу эти волосики лишние так теперь я надеюсь видно вот этот такой вид который будет принимать передняя часть это челочка но я ее хочу вот распределить в таком виде как бы полуокружность вот полуокружность но и и не только нужно распределить а чтобы она еще держалась то есть одержаться она будет за счет клея который я сейчас вот положу сюда горячий клей и постараюсь руками распределить так волосики чтобы они застыли и так пистолет сейчас не вот сюда кладу клей и быстренько быстренько вот палец меня здесь коробочка с водой намочила и быстренько вот так быстренько пока не застыла я делаю вот такой ореол вот такой полукруг чтобы он держался вот так он происходит если нужно например плохо держится значит просто подержать можно еще горячий клей она раз этот клей нам его раз расплавим и можно будет как бы поправить это вот удобство этого клея что если показалось что не так сделано значит можно еще подержать его вот так он опять будет в жидкой форме и опять можно эти волосики вот так поправить вот такая немножечко сейчас сделаю поближе вот такой ореольчик это передняя часть у нас получилось впереди получается вот так но самое еще хорошее то что мы также и подклеили эти волосики и они уже не будут вытаскиваться потому что в принципе конечно ниточка она не удержит всю эту весь этот большой такой скруточку волос и нужно обязательно проклеивать чтобы волосики потом самопроизвольно не вытаскивались что остается делать как бы и с этой второй части нижней тоже сделать полукруг пока я пальцами как могу вот поднимаю да ну в принципе опять же сейчас это сделаем с помощью клея пока волосики вытаскиваются прохожусь и стараюсь клей положить так чтобы он не прошел на верхнюю часть вот если нужно можно будет потом подправить чтобы он не прошел на верхнюю часть так будет более аккуратно если нужно можно потом подправить и пальчиком вот так делаю уже теперь как бы круг из этой связочки которую я завязала я постараюсь сделать вот круг если допустим не получилось или не нравится вот мы или доклеиваем или опять это все можем прогреть и тогда получается более такая податливая опять клей податливая и по новой можно распределить так как нравится то есть это очень удобно вот такое делаем основание если что-то не нравится просто приложить сам пистолет и получается уже она склеивается то что те капли которые были здесь или я еще добавляю клей или как я говорила я его просто нагреваю тот который был и делаю форму такую как я хочу так я думаю вам видно это обратная сторона можно немножко почесать здесь то есть это челочка а это уже задняя часть вот эта сторона как бы изнаночная то который будет прикладываться головки теперь смотрю наверх сюда и как вы видите здесь связочка из ниток вот ну ее можно тоже немножечко завуалировать чтобы это было более натурально если волосики будут оставаться допустим не без шляпки куколка будет или игрушка без шляпки то конечно сейчас вот ниточка я ее обрежу все равно будет видно чтобы она мне не мешала так и выделяю какую-то часть волос из передней части вот какую-то такую небольшую часть волос руками наверно и удобней хотела руками наверно и удобней вот отделяю и смотрю как мне закрыть этот вы видите вот перевязочка ниточками вот она и я ее хочу закрыть чтобы паричок смотрелся красиво и он будет смотреться красиво а я смотрю да вот так будет хорошо теперь остается руками как бы придерживать пальцем я здесь придерживаю а здесь быстренько именно на связочку наношу клей ни много ни мало чтобы он и не выступал не испортил нам работу и в то же время чтобы он держал и быстренько натягиваю и вот так вот стараюсь чтобы волосики не то порщились а так вот аккуратненько назад смотрели если с первого раза не очень получилось у нас всегда есть выход чуть-чуть можно добавить какую-то капельку здесь и опять постараться именно направление сделать назад теперь еще вот теперь опять же можно руками просто вытаскивать вытягивать не вытаскивать а вот вытягивать за счет вытягивания получается вот волосики как бы становятся на свое место и приобретают вот такую вот интересную форму вот вот теперь у нас получился вот такой очень красивый я могу немножко теперь удалить вот такой красивый паричок то есть этот парик он облегченный но если его одеть на куколку на головку он будет смотреться очень красиво и в то же время с ним совершенно как вы видите мало не нужно так изощряться как сделать паричок на основе вот вот так мы с вами справились сделали допустим есть вот такой это если вот так же сделано но если допустим нужно под шапочку только тогда вот так вот просто передняя часть распределяется челочка и одевается шапочка и очень красиво смотрится и не нужно столько много тратить допустим этих вот волос и так парички которые мы сделали и которые могут служить для разных случаев я просто теперь вот у меня головка и я хочу на ней вам показать как будет смотреться например эти волосики так намного интереснее смотреть результат вот допустим если будет сзади шапочка мы приклеиваем хвостики можно привязать приклеить тоже и получается вот такая вот причесочка это достаточно экономный вариант для того как когда для куколки делаются шапочка и украшения хорошие волосики но и достаточно экономный вариант и вот еще один этот паричок уже достаточно массивный достаточно объемный вот здесь много волосиков и вот так вот он тоже будет его подклеить и вот так тоже красиво он будет смотреться такой паричок и желательно конечно вот так вот смотрится желательно иметь вот такие парички сделанные я люблю вот так работать со многими вещами бантики у меня и цветочки и сумочки у меня все сделано заранее много и потом можно подбирать туфельки допустим вот сделаны все много и я потом только подбираю так красивее получается то есть удачные сочетания находишь и вот разные цвета этих паричков я уже одеваю на куклу и я уже где-то вижу по моему по моему отношению какой паричок мне ей одеть то есть а если бы его уже он не был сделан значит ну как бы немножко было бы сложнее а так мне проще вот вот так будет смотреться на головки ну естественно не забываем что можно сделать будет и хвостики там или просто как-то вот перекрутить там например волосики внизу но это уже от фантазии еще такой то есть вы как видите они все разные эти парички все разные вот здесь волосиков много будет смотреться красиво ну как красиво все красиво смотрится но просто этот еще более необычный вот такие вот очень простые парички они делаются из дешевых париков вот для праздников которые продаются и можно их тоже вполне употреблять для причесок кукол как один из вариантов который мне тоже очень нравится я вам показала на куклах как это смотрится вернее на одной кукле как это смотрится и вы уже понимаете что это за паричок то есть он здесь просто приклеивается основание и если нужно так пониже можно сделать маленькие точечки поклея и приклеится только нижняя часть чтобы верхняя часть не приклеилась а так слегка вот проклеить по низу и приклеится нижняя часть и не будет смотреться красиво вот такой вариант причесок мы посмотрели и мне кажется очень интересный вариант если вам понравился мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди много интересных мастер-классов до свидания до новых встреч и мой девиз изменим мир к лучшему прическому апельсинь